Поддельные протоколы общих собраний жильцов, продление лицензии управляющих компаний, а также незаконные киоски во дворах многоэтажек. Эти и другие вопросы обсудили на пресс-конференции руководителя ГЖИ Дмитрия Саламахи. Встреча прошла в областном доме журналистов. Так, с начала года в ведомство поступило более 13 тысяч жалоб от воронежцев. Половина из них о плохой работе управляющих организаций. ГЖИ проверила свыше тысячи домов и, как следствие, составила сотню с лишним протоколов об административных правонарушениях. Касались они в основном директоров УК. Между тем, санкции для должностных лиц до 150 тысяч рублей. Одна из центральных тем торговые объекты или, проще говоря, киоски, которые незаконно разместили во дворах многоэтажек. Первоначальным посылом было проверить, не подключены ли данные объекты к общедомовым сетям. Работа началась с весны. Заявлений достаточно мало. Работу будем продолжать. 18 заявлений, 7 объектов демонтированы, остальные в работе. Обсудили и продление лицензии управляющих компаний. 20 из 150 УК его не получили. И дело даже не в плохой работе. Основная причина отказа отсутствие отчетности в едином сервисе ГИС ЖКХ. Кроме того, по данным Госжилинспекции, поддельных протоколов о смене обслуживающих организаций стало меньше. С начала года 350 материалов ведомство уже направило в правоохранительные органы. Между тем, чиновники рекомендуют воронежцам проводить именно электронные голосования. Подделать их результаты крайне сложно. Если жильцы все же столкнулись с тем, что без их ведома меняют управляющую компанию, необходимо сразу же обращаться в ГЖИ.